Я услышала два языка программирования, но я знаю, что в твоем арсенале их больше. Расскажи, что это за языки и как они приходили в твой арсенал. Экзамен сдавать, пойдем, пойдем, готовился, нет, методичка есть, есть, пошли. Data Science и Machine Learning. Почему так сложилось, как ты считаешь, что эти области используют именно этот язык? Все вдруг захотели в определенный момент какие-то аналитические продукты у себя. Как изучать языки программирования и, может быть, в частности, Python? Ты осваиваешь быстренько синтексис за пару петчеров. У тебя есть курс. Ты над программой работал самостоятельно? И что она из себя представляет, эта программа? Сейчас ты работаешь в Mail.ru, правильно? Да, все верно. Над каким проектом ты работаешь? Сейчас я работаю уже какое-то время, несколько лет в проекте. Это РБ. Ну, сокращение, которое никто не понимает. Начинается расшифровывать, как реклама баннерная. Ну, так исторически получилось. Короче говоря, рекламой. Подразумевается то, что мы отвечаем за рекламу в Ямейл.ру, то есть рекламу, которая крутится в подноклассниках, ВКонтакте, на наших всех проектах, там, детях, авто, бла-бла-бла, на главное и тому подобное. То есть мы отвечаем за то, чтобы показывать, подсчитывать статистику, таргетировать ее правильным образом на пользователей и так далее. Ну, плюс еще так получилось, что поскольку мы такой проект, который проникает, проходит через все другие проекты, потому что мы так иначе со всеми связаны, мы еще отчасти делаем какую-то инфраструктуру для других проектов, ну, предоставляем. Например, на главной есть новости, которая показывалась на главной Мэл.ру, там, новости, там, в Москве, о спорте и так далее. Так получилось, что эти новости, они доставляются так же, как и реклама, то есть это, ну, тот же технологический байплайн, то есть мы тоже новости еще доставляем для новостей. Хотя, казалось бы, почему? Ну, просто так удобнее. Вот, и у нас, соответственно, такой проект, который байдизайн предполагает, что мы очень нагруженные, потому что мы, ну, со всех проектов, всю рекламу подсчитываем статистику, и, соответственно, это, там, миллионы событий, я уж не знаю, в секунду или минуту, надо графики посмотреть. И тут, как бы, да, нет места для того, чтобы расслабиться. Хотя иногда есть, конечно. Не все части такие высоконагруженные, тут есть пространство для того, чтобы отдыхать иногда. А вот кроме высокой нагрузки, какая еще специфика для программиста вот в твоем проекте? Высоконагруженная составляющая, и сейчас еще появляется специфика того, что это, ну, во многих проектах так, когда они растут, появляется специфика распределенных систем. То есть здесь уже надо учитывать то, что твоя программа, твой код или тот код, с которым ты взаимодействуешь, чаще всего это какие-то хранилища данных, сервера, они работают на нескольких машинах одновременно. Как только они работают на нескольких машинах, одновременно это начинается уже история с распределенными системами, то, что категоризируется как distributed systems во всяких курсах. И там куда ни плюнь, сразу все сложно становится, потому что где-то там сбились часы в базе данных на одном сервере одни, а на другом другие, у нее может мост сойти с ума. Или где-то порвалась сеть, и у тебя часть узлов недоступна. Но с другой стороны, поскольку мы такие нагруженные и классные, мы хотим по-прежнему работать, даже несмотря на то, что метеорит упал там на дата-центр, упал на конкретный сервер, отскочил и попал в другой сервер еще, все должно по-прежнему продолжать работать. То есть здесь именно нюансы работы высоконагруженные и распределенные в плане отказоустойчивости. Мы хотим, чтобы все всегда работало, и при этом мало того еще работало под этим потоком пользователей, что доставляет свое удовольствие особенное. Ну и плюс, раз такая высокая нагрузка, то раз так много пользователей, и много данных. И вот для того, чтобы таргетинги делать, надо эти данные анализировать. Тут начинаются проблемы именно с тем, чтобы вот эти цитровенные куски данных обрабатывать, как сразу перелопатить кучу данных про пользователей, для того, чтобы на следующий день получить какие-то фичи про них, для того, чтобы потом понять, какую рекламу на них таргетировать. Расскажи о самых, ну вспомни, самые интересные задачи, которые удавалось решить за время работы в Mail.ru. Тут интерес — это такое понятие, естественно, растяжимое. Наверное, первое, что приходит в голову, это то, что стало более-менее публично, потому что есть какие-то задачи, которые у нас были внутренние, есть, которые потом куда-то наружу уставлялись. Например, у нас была задача интересная, относительно давняя, еще до появления у нас отдела аналитики, нужно было сделать… К нам пришел Билайн, компания, вся вот эта вот известная, и сказала, что им нужен таргетинг на малосмотрящих телевизор людей. Ну вот, хотя то ли они Билайн-телевидение свое как-то запускали, то ли еще что-то такое, но вот они хотели таргетироваться на этих людей, показывать им свою рекламу Билайн-специфическую. У нас тогда еще не было, как я сказала, никакого дела аналитики, поэтому, ну, поскольку рекламу таргетировать будем мы, то к нам мы пришли и говорили, вот, ребята, давайте делать. Задача там попала на меня и еще на одного товарища, и мы вместе начали этим заниматься. Собственно, это мне понравилось. Задача заполнилась тем, что, во-первых, появилась возможность в первый раз попробовать какие-то свои аналитические, ну, наработки свои аналитические. То есть я до этого интересовался анализом данных, но потрогать его не получалось, потому что, ну, вроде, некуда было его... Засунуть его было некуда, скажем так, в текущую технологическую схему. А тут прямо вот задача, зная себе деполю. То есть нам дали прям сет с данными людей опрошенных, которые там ответили на то, что они действительно мало смотрят телевизор. Мы... Ну, и мы пошли по классическому подходу, взяли вот этих людей, взяли нашим вот... Ну, как раз я сказал, что вот проблема с тем, что у нас очень много данных, наших этих массивных данных, начали искать про них какие-то их характеристики, чтобы их отличить от других людей. При этом мы еще взаимодействовали с какими-то ребятами из ИТМО, что ли, я не знаю, или то ли из Питерского университета, которые нам вот... Они тоже, как сказать, в конкурирующем режиме пытались построить какие-то модели, определяющие вот этих малосмотрящих телевизор людей. Ну и вот, началась такая вот первые подходы к аналитической разработке у нас в рамках наших каких-то отделов. Потом, ну, я предлагал там несколько моделей, выкатывал, которые там с определенным успехом работали. Потом нашел... Ну, финальной моделью стала модель, которую я нашел, мой товарищ успел ее, коллега успел ее применить, и сам ее выкатил. Это там был классификатор, основанный на графовый классификатор, который по истории посещения пользователя и других всяких фичер решал о том, что вот он смотрящий или несмотрящий. Работал, в принципе, ну, достаточно неплохо. У меня было достаточно неплохо, что это было, как бы, отображено пресс-релизом на сайте, и тем, что Beeline был доволен о том, что действительно у них был какой-то таргетинг на этих людей. Вот. Это, в свою очередь, включало, вот, решение задачи, включало как раз такое вот... и программирование на Пайтоне, и вот как раз вот это вот аналитическое применение, которое сейчас популярно со всякими вот этими известными тулзами, и включало в себя вот эту инфрацию с боем, с продакшеном в том, чтобы вот это вот что-то наваренное как-то запихнуть туда, и чтобы оно там работало хоть как. С другой стороны, другой проект, который вспоминается, потому что я очень долго им занимался, с ним было очень много проблем, это малопонятная сходу сущность, но есть у нас такой калькулятор емкости рекламной. Калькулятор емкости, он есть прямо у нас на сайте, вы можете зайти, им пользуются рекламодатели. Суть в том, что ты выбираешь какую-то площадку нашу, там, почту, авто, все что угодно, там, большой список, выбираешь набор таргетингов, выбираешь характеристики аудитории, которые тебя интересуют, и смотришь, какой охват аудитории вот на этой площадке при таких-то таргетингах и тому подобное. Казалось бы, ну, и это очень сложная фича, как выясняется, то есть сам себе интерфейс выглядит просто, вон, калькулятор, нацикиваешь на нем, и там процентики считаются, оп, и тебе скажут, охват такой-то классный, могу размещать рекламу там, зашибись. Но выясняется, чтобы все это посчитать, нужно просто какие-то невероятные кульбиты и совершать, и задействовать все части системы. То есть, мало того, нужно вот все рекламные события, которые проходят каждый день, их нужно где-то складировать в специальной распределенной файловой системе, потом нужна отдельная задача, которая эти файловые события предобрабатывает, складывает в особом виде файлики в определенное место, которые доставляются потом в другое место, и специальные скрипты эти файлики анализируют и считают на их основе статистику. При этом эту статистику нужно считать по каждому пользователю, потому что в итоге нужно получить, что вот столько-то пользователей по такие таргетинги попадают, столько под такие. Соответственно, под каждого пользователя должна быть информация по верификатору, что вот он сегодня видел, сегодня он такие таргетинги попадает, завтра под такие и так далее. Это еще какой-то историчностью обладает эта фича. И там внутри еще сам алгоритм, самое сложное, слияние вот этих данных, момент расчета в результате данных для этого самого калькулятора. Возникает проблема в том, что нужно в потоке решать задачи классические, в потоковом режиме обрабатывая эти циферки, так чтобы решать классические задачи по пересечению, объединению множеств и всяким таким вот операциям со множествами. И там тоже мозг начинает взрываться, потому что сегодня было так, завтра эдак и тому подобное. И в конце еще это добивается тем, чтобы пришлось специально для этого калькулятора свою форму математической нотации придумывать, которая там за сценой работает, для того, чтобы все это поддерживать. Тоже веселье полнейшее начинается. Ну и с последнего, проект, который я чуть меньше в нем участвую, но который так или иначе очень интересно и мне нравится, у нас возникла своя собственная, маленькая своя собственная распределенная система. Мы поверх уже, разрабатывая у нас компанией Тарантула, разработали свою надслойку, которая называется Тарантелла. И ее суть в том, чтобы в распределенном режиме работать с этим хранилищем. То есть мы как бы туда, как в черный ящик, льем данные, они там сами как-то распределяются, перекладываются, куда нужно, балансируются. И магия прекрасная, всем этим управляет. Вот. В Google, например, есть список разрешенных языков программирования. Если я правильно нашла этот список, это C++, Java, Python, Go и JavaScript. Есть ли такой список в Mail.ru? Какие технологии наиболее распространены в Mail.ru? Ну, у нас в Mail.ru такая особенность, что у нас очень много разных проектов. Ну, понятно, в Google, понятно, дело то же самое. Но там уже чаще всего получается, что решает каждый сам за себя. Есть какая-то специфика у каждого из них. В нашем проекте, да, есть официальные языки программирования, они практически вот как в Google. Ну, практически. У нас есть Python, C и Go. Мы больше стараемся. Ну, JavaScript, когда у нас там интерфейсная какая-то составляющая. А, ну еще и Lua, потому что у нас везде строят, да. Сразу расширяются список похода. В других отделах это может быть по-разному. Понятное дело, что если там какой-то поиск наш или тому подобное, там должна быть какой-то C++ и Java. Ну, C++ для того, чтобы были какие-то очень оптимальные движки и тому подобное, или Java, потому что там так исторически сложилось, и там любители попрограммировать на Java. На почте по историческим причинам Perl и C. Ну, C там потому что она тоже высоконагруженная, и там без C никуда не обходится, как и у нас. Перл, потому что, ну так получилось, там начинали с Перла, и вот его сейчас уже не выпилишь. Может и хотелось бы, но не выпиливается оно как-то. Ну и вот. То есть я даже не знаю, за все отделы сказать не могу, но, наверное, спектр еще шире. Я думаю, где-то используется вот современный модный Kotlin на замену Яви. Где-то, возможно, используется там Ruby. Я не могу этого отрицать. PHP точно где-то в отделах используется. Ну и в ВКонтачи, очевидно, используют PHP, потому что у них так получилось. Ну и вот такой вот спектр широкий. То есть конкретно у нас какой-то заповеди на этот счет нет. А как устроены процессы разработки в L.R.U.? Есть ли общепринятая методология? Ну тут опять кто в леску подрывал. У нас разные компании есть какие-то, которые бы купили. У них там своя самобытная структура, и в это никто особенно не вмешивается. Есть у разных отделов то, что в зависимости от технологической развития есть разные принципы. У нас до определенного времени, за свой отдел могу сказать, до определенного времени у нас был процесс разработки такой, что есть общие какие-то составляющие, которые везде одинаковые. У нас есть трекер задач, где менеджер или не менеджер, в общем, кто угодно ставит задачу на тот проект, формулирует то, что он хочет, руководитель отдела или руководителя разработки за этими задачами смотрит, назначает их на своих имеющихся сотрудников, те приступают, и согласно жизненному циклу они берут задачу на работу, разрабатывают ее, потом отдают ее на тестирование, если тестирование прошло успешно, выкатывают ее в продакшн. А дальше уже начинается специфичность составляющая для каждого отдела. У кого-то есть такой регламент работы системы контроля и версии, у кого-то другой. Кто-то более тщательно пишет документацию, оставляет какой-то артефакт о своей разработке, кто-то делает это менее тщательно, в зависимости от того, как срочно нужно это было делать. Кто-то более тщательно покрывает тестами, со всех сторон тестирует и тому подобное. Например, какой-нибудь поиск, там есть тесты на все составляющие, юнит-тесты интеграционные, и вот как все это будет выглядеть. И мало того, у них есть тесты на тесты, то есть есть специальный фреймборд тестирования, и на него тоже есть тесты. Такая вот система, которая с рекурсией, скажем так. У нас конкретно в отделе подразумевается то, что я беру какую-то задачу, разрабатываю ее специальным образом, согласно рекламенту системы контроля версии, ее коммичу в веточку специальным коммит-месседжем, где написан номер этого таска, и что я сделал. Потом он приходит в тестирование, при этом часть тестов пишу я сам, часть тестов более интеграционная, пишет отдел тестирования. Потом все это мерчится в основную ветку, и ставится таск на выкатку в продакшн, где я подготавливаю, опять же, изменения для системных администраторов сразу, чтобы мерч-реквест в GitLab, так называемый, чтобы система администратора открыл мой таск, там ссылочка на мерч-реквест, он нажал, там зеленая кнопка, он нажал зеленую кнопку, и пошел уже в нашу кастомную систему инфраструктуры. У нас специальный интерфейсик есть, где можно выбрать сервера, на которых будет, соответственно, раскатан вот этот мой софт. Поскольку я уже подготовил мерч-реквест со всеми изменениями для системы конфигурации, Configuration Management System, то, по идее, после того, как он в интерфейсе нажмет на кнопочку, эти изменения конфигурации доедут до этих серверов, там установится новый пакет, отрестартятся вот эти вот демонали, скрипты, что у меня там было, и все это заработает. Ну, это в самом базовом варианте, как работает. Сейчас мы при этом переходим еще на модный молодежный кубернетис, и, соответственно, это становится чуть более автоматизированным за счет того, что я принимаю таск, пишу код, делаю еще парочку мерч-реквестов, но на этот раз админ даже не нужен. Я просто нажимаю, они автоматическим образом принимаются и выкатываются в этот кубернетис-класс с помощью магии. Кубернетис-магии такой. И оно работает. Желательно еще само откатывается и тому подобное. Вот. Такой вот кратко описанный pipeline. Расскажи про тестирование. Кто пишет тесты, разработчики или тестировщики? Тут у нас тонкий момент, связанный с тем, насколько это критичная часть инфраструктуры, про которую мы говорим. То есть если у нас есть место для программ, которые не тестируются, это всякие так называемые one-shot скрипты. То есть ты один раз вроде бы их написал, один раз запустил, но там они что-то не очень серьезное делают. Нужно в снапшоте базы данных найти какие-то определенные записи, чтобы потом на них потестироваться, в смысле разработку с ними провести, какой-то кейс разобрать сложный, какой-то инцидент и тому подобное. Для этого можно один раз скриптик написать, запустил его и забыл все равно всегда. Другое дело, есть скрипты, которые нужно, опять же, чаще всего питонячие, это скрипты, которые не очень сильно влияют на, не очень хаотичные для бизнеса, и поэтому, в принципе, у них есть небольшие тесты, но они не очень серьезные. Такие тесты можно видеть у продуктов Гугла, когда они опенсорсятся. То есть у них обычно бывают тесты, но при этом они такие вот минимальные, проверяют самые лучшие случаи, и все, их там штуки 4-5. Ну, хоть чтобы что-то можно было запустить и посмотреть. Такого рода у нас тоже тесты есть, и они как раз для тех скриптов, которые, ну, упал, там, 3 дня провалялся, ну, а потом запустим. Мониторинг сработает, главное, чтобы мониторингом это было обвешено. Сработанный мониторинг запустим, исправим, ничего страшного не произойдет. Есть, конечно же, критичная часть инфраструктуры, которая непосредственно отвечает за показ рекламы, за подсчет статистики. Там все прямо по самое неболоси. Там подразумевается то, что я принимаю какую-то задачу, и юнит-тесты, то есть самые маленькие части функционала, независимые, я тестирую сам, потому что я сам знаю use case, я знаю, что здесь происходило, и почему так происходило или иначе. Сложное интеграционное тестирование, то есть там с конкретным хранилищем, с конкретными нашими какими-то другими программами, это происходит отчасти тестирование самостоятельным программистам, отчасти с помощью тестировщиков, которые дописывают тесты, дописывают тестовую инфраструктуру, для того, чтобы все вот эту вот страшную вакханалию вместе поднимать и прогонять на ней какие-то тесты, более затагивающие большие части инфраструктуры, то есть более всеобъемлющие это делать. Вот ты в начале интервью говорил, что сначала ты работал в Mail.ru над другим проектом. Да. Насколько вообще это легкий процесс перехода из одной команды в другую? Потому что вот, например, в США компания старается удержать разработчика внутри. Ну, различными другими способами, в том числе давая ему такую возможность, если ему проект не понравился, можно перейти на другую, где будет интереснее, может быть, команда ему больше подойдет. Как с этим в Mail.ru? Нет, тут как бы есть особенности Mail.ru, а есть мои собственные особенности. А в Mail.ru, кстати, никаких проблем у меня не было. То есть я вот когда работал на Перле, я сказал, вот, типа, не очень мне нравится Перло, давайте попробуем, что-то другое. Вот тут коллега делает благо на Пайтоне детей. Давайте, ну, меня пособеседовали, конечно, не просто так, в конце концов. Я прошу собеседовать, меня взяли, и там начали работать. Потом уже, когда я захотел приходить со всеми... То есть это было в рамках одного как бы подразделения, так называемые контентные проекты. Всякие вот новости, дети, авто, кино, спорт, и вот это все к ним относится. А потом я захотел прийти в совсем другое дело, бизнес-юнит, другой даже, если не ошибаюсь. Там уже чуть посложнее, и там уже нужно было больше, так сказать, политической, чуть больше политической увлеченности. Тут эти ребята должны были. Там ваш адвокат поговорит с моим адвокатом и тому подобное. Ну, не до этой степени, конечно, но просто ваш начальник поговорит с моим начальником про то, что вы там могли куда-то перейти и так далее. При этом, в принципе, никто особо не сопротивлялся. Тут, опять же, как я сказал, возникли мои нюансы с тем, что это был мой первый конфликт с начальством, когда я переходил из одного юнита в другой. Но он возник в силу нашего фундаментального недопонимания наших статусов. То есть мой начальник не совсем понимал, что должно быть со стажерами происходить, а я не совсем понимал, что должно происходить со мной в плане, когда я стажер. То есть это для всех был новый опыт, и поэтому возникла небольшая такая... Ну, даже не назвал бы его конфликтом, просто такая не самая приятная ситуация. Ну, вот все благополучно разрешилось, я перешел в другое дело, и там уже все нормально. При этом самые переходы, то есть вот, если не считать моей какой-то специфики, сами переходы, они достаточно... все нормально к ним относятся. У нас даже есть практика, ну, такая полушутка о том, что это такое... Есть нормальная история развития программистов. Ты сначала там работаешь в Мэйле, Яндексе, или там где-нибудь, потом приходишь в соседнюю компанию по кругу, и потом возвращаешься назад. У нас есть люди, которые несколько кругов даже таких сделали. Там в Мэйле, в Яндексе, потом где-нибудь еще, потом опять в Мэйле, или кто-то просто между Мэйлом и Яндексом ходит. Такая нормальная история у нас. Мы уже касались темы высоконагруженных систем, но хочу к ней вернуться. У тебя большой опыт построения высоконагруженных систем. Расскажи про какую-нибудь из них с цифрами и подробностями, какой стек технологии применяли и почему. Посоветую книги и онлайн-курсы, может быть. с фокусом на высоконагруженные системы. Антифрод для денег Мэйлру. Так получилось, что антифрод, вот эту систему антимошенничества, то есть у нас есть проект, который называется Мэйлру, он принимает какие-то платежи, и так, понятное дело, что бывают мошенники, которые с помощью каких-то неправильных карт, одного айпишника, с поддельными какими-то креденшинами собираются какие-то транзакции финансово провести. Это нехорошо, неправильно, надо им рубить руки. Для того, чтобы эти руки, нужно их сначала найти. Для этого, соответственно, есть деньги Мэйлру. У них есть какой-то постоянный поток транзакций, вполне себе определенный поток транзакций, достаточно высокий, сколько-то у них там событий в секунду, ну, тысячи событий в секунду у них происходят. Конечно, не миллионы, это не PayPal, ничего подобного, но все же тысячи событий в секунду, наверное, даже, да, тысячи событий в секунду у них происходят. Соответственно, вот на этом потоке событий нужно было искать фродовые транзакции, то есть определять тех людей, которые хотят что-то нехорошее сделать. Для этого, ну, так получилось, что нам нужно было разработать нашим отделом, сейчас мне нужно было в интеграции с нашим отделом аналитики разработать вот этот сервис антифрода. Его задача заключала в том, чтобы смотреть на события, которые происходят в данный момент, при этом держать в памяти еще где-то в хранилище событий за предыдущий месяц со всеми транзакциями, которые там происходили, и определять, что, о, вот эта транзакция фродовая, нужно сразу ответить. При этом отвечать на это нужно было достаточно быстро, там нужно было укладываться в пределы скольких-то там миллисекунд, если я не ошибаюсь, у меня почему-то цифры в этом плане в голове путают, то есть 15-50 миллисекунд нужно было отвечать на все это. Это было связано с тем, что транзакция-то происходит достаточно быстро, вот пользователь зашел на сайт, что-то оплачивает, и он не хочет ждать, типа, плашку видеть там со спиннером, где написано подождите полчаса, прежде чем наш сотрудник придет с обеда и проверить, насколько фродовая ваша транзакция или нет. Тут надо, естественно, это делать в рамках, типа, кликнул, там, возможно, какая-то задержка есть, при том, что, особенность сооруженных систем, что есть не только задержки, которые ты делаешь, ну, то есть, вот я на антифрод проверяю транзакцию, а там интернет медленно работает, там основная функциональность бизнеса, то есть, действительно, провести эту транзакцию по взаимодействию со всякими этими эквайлингами и тому подобным занимает тоже кучу времени. Нарисовать этот интерфейсик сам по себе, вот в браузере, где-то мобильное, немобильное приложение. Все это занимает кучу времени, и, соответственно, я, как сервис антифрода, не могу у них отнять ни миллисекунды, по большому счету, я должен, вот, как они готовы, я желательно еще до этого должен был результат предоставить. И, то есть, получается, что есть поток событий, где-то тысячи событий в секунду, нужно хранить еще месяц этих событий, которые, ну, благо, там, они события сами маленькие, по себе не так много, там, под сотню гигабайт занимают за месяц предыдущий. Ну, они занимают под сотню гигабайт, потому что они еще в сжатом виде так хранятся. И нужно было, вот, буквально-таки за десятки миллисекунд, за порядки десятки миллисекунд отвечать о том, что транзакция антифродовая или не антифродовая. Тут была, ну, если говорить про стэк, как это решалось, тут была составляющая разная. Во-первых, аналитическая составляющая, нужно было обучить модель на основании данных, которые деньги ему предоставили на предыдущих фродовых и нефродовых транзакциях, обучить модель, которая могла их отличать. Ну, и там признаки достаточно простые. О, вот этот айпишник, мы раньше видели с него фродовые транзакции. О, вот с одной карточкой какие-то транзакции очень часто происходят, там, каждую секунду. И тому подобное. Но всему это обучалась сама модель, естественно, это не онлайн происходило. Это одна составляющая. Другая составляющая, это модель в продакшене показывать и применять. Тут уже нужно было, как я уже сказал, сохранять лог транзакций в предыдущий месяц специфичных, не всех подряд, но там, часть из них. Для этого у нас использовался Тарантул. И он использовался исключительно потому, что нужно было очень быстро отвечать Тарантулу, сохранить память, и, соответственно, можно было оттуда по идентификатору транзакции и по разным идентификаторам, там, по тому, что это за поезд, с какой айпичник он пришел, можно было делать разные выборки, срезы. Типа все транзакции с этого айпичника сходил, Тарантул, получил. Все транзакции с этого пользователя сходил, Тарантул, получил. Их он отвечает за миллисекунды. И, соответственно, можно быстро к себе подтянуть, применить эту модель. Ее применение, благо, тоже занимает немного, не так много времени. И отдать это какого-то результата, типа, да, нет, отдать это непосредственно деньгам Мэллеру, которые даже не то, что отдать им, а они сами придут через вот эти 50 миллисекунд, они сами придут и попросят этого результата. То есть в итоге в стеке получается на хранилище Тарантул, на бэкэнде получается го, вот как этот демон высокопроизводительный, который быстро доходит. На аналитике получался как раз Пайтон, Пайтон и вся наша вот эта аналитическая инфраструктура, в частности распределенная файл-система Hadoop, которая брала данные там за предыдущие там транзакции и строила вот эту модель, которая умела бы их отличать, фронт не фронт. Вот. Есть еще интересный у тебя опыт в твоей профессиональной биографии, которую мы уже так или иначе затронули, но это преподавание. Ты преподавал в одном из лучших технических университетов России и Бауманка известная в народе, скажем так. Сейчас ты преподаешь на онлайн-курсах. Дает ли Бауманка что-то такое, чего нельзя взять на онлайн-курсах? Как ты считаешь? Безусловно, Бауманка, как и любое очное образование, дает то, что нельзя взять на неочном образовании. Это другие люди, ты можешь более тесно с ними общаться, и вот эта теплота сердец, она как бы вот здесь, ты можешь ее потрогать, там, с человеком лично о чем-то поговорить, а потом, когда поговорил, можешь еще пойти с ним выпить пиво, или подобного рода активности разного характера. То есть само по себе образование очное подозревает то, что ты больше нетворкинга позволяет, ты приобретаешь каких-то друзей, знакомых, которые в онлайне, ну, это не так, не является его составляющей, там, все же сложнее с этим. Мы все знаем, что в онлайне просто общаться, но чаще там просто общаться с людьми, которых ты уже знаешь, а не приобретать какие-то новые знакомства. Это обладает определенной спецификой. В плане получения знаний, я считаю, что особой разницы нет. То есть, если основная задача – обучиться чему-нибудь, и если можно нивелировать, ну, можно закрыть глаза, вот на этом бонус-нетворкинг, взаимодействие, то можно в онлайне получить такие же знания, которые ты получил бы при общении, при том, что ты сидел в аудитории и смотрел бы на лектора. Потому что, ну, лектор расскажет тебе то же самое, вопросы ты можешь задать те же самые, ответить на них точно так же. Ну, только, не знаю, только ты не увидишь там, как он закатит глаза, когда ты задашь ему какой-то вопрос. И все. В этом, наверное, единственная разница, на мой взгляд. А стоит ли вообще тому, кто хочет работать с программистом, получать высшее профильное образование? То есть, инвестировать, там, не знаю, минимум, сколько сейчас, четыре года в то, чтобы дальше... По сути, это можно сделать намного быстрее. Вот если бы ты повернуть время вспять, пошел ли бы ты учиться в университет? Да, я считаю, что... Ну, во-первых, у меня тут уже какой-то есть байз, то есть, в главном направлении я уже учился, поэтому я вынужден рационализировать то, что я уже делал. Поэтому я скажу, что да, конечно, я пошел, но это не единственная причина, только не только рационализация тут завязана. То есть, тут в университете есть плюсы, опять же, в том, что, как я уже сказал, нетворкинг, там, друзья и все такое, студенческая жизнь, тут без этого никуда не хватить. Даже если на это закрыть глаза, то тут есть... И просто рассматривать высшее образование или без него, а самостоятельно где-то обучился, может даже не онлайн, а очень, на курсах каких-то. Тут еще есть профит в том, что есть какие-то этичные части, куда можно без высшего образования пойти. То есть, допустим, если ты хочешь каким-то таким этичным хакером стать и пойти работать в Каспер или какой-нибудь киберсолдатом каким-то, которым будет что-то такое более закрытое, секретное делать, тут образование фундаментальное, не столь необходимое, потому что все, чем чаще всего вещи, которыми хакеры занимаются, они очень специфичны, ты обучаешься исключительно на практике, их мало где преподают. Это то, где высшее образование с академичностью его не столь необходимо. С другой стороны, если мы говорим про нормальных программистов, здорового человека, то тут уже, на мой взгляд, без высшего образования нельзя. Более того, например, мой работник разработки, он на резюме без высшего образования технического не смотрит вообще, он просто их откладывает и все. Это связано с тем, что, ну, вот он, например, считает, что получение высшего образования говорит о том, что человек достаточно целеустремлен и достаточно имеет достаточно силы и воли для того, чтобы совершить, побороть такую сложную вещь, как вот это высшее образование. Написать диплом в итоге, все эти лабораторные, все эти проекты взять и сделать. То есть человек может взять и сделать, это уже как вариант. Другой стороны, это говорит о том, что ты за это время, для того, чтобы вот это преодолеть, ты научился учиться, ты можешь искать какие-то пути для того, чтобы решить проблему. Ну и все же последнее по списку и по значению – это какие-то фундаментальные знания, без которых все же правильному программисту нельзя. То есть какая-то вот правильная академия, алгоритмы, устройства ВВМ, сети и все такое, то что, ну, как бы без такого образования нельзя программировать нормально. То есть ты можешь, ты вот, когда сам что-то обучаешь, ты можешь подумать, ну, зачем мне эти алгоритмы, вот я прямо сейчас же сижу, программирую, в чем проблема? Там алгоритмы уже все за меня придумали. С другой стороны, когда ты узнаешь это на академическом уровне, ты понимаешь, что там история такая, что не все за тебя придумано, и твоя задача в том, чтобы уметь правильно это комбинировать, для этого тебе нужно понимать, как оно внутри устроено, и все в итоге сползается к тому, что тебе нужно знать какие-то внутренности. Иногда академические внутренности, не только инженерные, и тут с образованием без него никуда. Какие у тебя вообще планы на дальнейшую карьеру собственную? Каждый айтишник маленький стартап, и у него есть, вот как у стартапа есть несколько выходов, то есть на IPO выйти, или он продастся кому-либо, и так у айтишника есть выход в то, что он либо сделает свой какой-то бизнес, либо уйдет в какую-то менеджерскую историю, либо уйдет чисто в техническую историю, то есть он станет еще более крутым специалистом, либо, ну, это, конечно, всегда опция вообще, выйти из IT и заняться, там, не знаю, плов продавать. Такое, фуд-стартап свой организовать, например. Я все же планирую, мне больше интересует... Я хотел поизучать управленческую составляющую, потому что я ей мало занимался, и мне просто хотелось бы сначала почитать, посмотреть, ну, более внимательно я до этого, естественно, читал, я думаю, каждый айтишник этим занимался, программист про менеджерскую составляющую, что он всякое, проект менеджмент и тому подобное, но все же, скорее всего, я вижу себя как более технический специалист, то есть мне хотелось бы развиваться в области вот именно тимлид, руководительной разработки и тому подобное. То есть это не менеджерская менеджерская, а скорее больше техническая составляющая, где все же буду знать, что происходит, как происходит, как устроят мои системы, с которой работаю и так далее. Просто на другом уровне ее буду конструировать. Возможно, чуть реже из пусков кода, а чаще из блоков на доске или тому подобное, но так или иначе принимать другое участие в этом все. То есть мне как идеал, наверное, смотрится товарищ, известный в Гугле, это Джеймс Дин, у него должность какая-то Google фэллоп, ну, у него вообще, конечно, в Гугле с должностями такая своеобразная история, так или иначе, да, он по-прежнему, несмотря на сколько он лет работает, с самого начала в компании, он там программистом был, а сейчас он по-прежнему занимается всякими, как инженером, техническими историями, просто до этого он занимался поиском, его более технической составляющей, сейчас он занимается там всея машинным обучением и глубокими сетями. Он там у них, но по-прежнему он там выступает, рассказывает про техническую составляющую проектов, он знает, как все это работает, это видно, что он как бы все это сам участвовал в разработке, возможно, даже в программировании. Не знаю, насколько у него времени хватает. Такая идеальная история. Но может быть в какой-то момент я решу, что срочно в 40 лет нужно делать свой бизнес, потому что такой средний возраст стартапера. Не знаю. Да, интересно. Вот опять же, насчет карьеры. Ну, такие уже вопросы, скажем, полуфилософские отчасти. В какой-то момент карьеры люди обычно уходят более глубоко в какую-то область. То есть это может быть фокус на базах данных, кто-то становится экспертом в детальных языках программирования, кто-то уходит в дата инженер и так далее. Вариантов много. Какие вопросы себе, как ты считаешь, нужно задать, чтобы выбрать профессиональную специализацию? Это сложный вопрос, скажем так. Как выбрать? Это как тот самый вопрос, когда ты после школы выбираешь, куда тебе поступить, чем ты хочешь заниматься дальше. Вот это вот, просто этот вопрос, он тот же самый вопрос, только специализированный под твою стезю, которую ты уже выбрал до этого. То есть если ты уже определился тем, что тебе нравится инженерия или программирование конкретно в области инженерии, ты должен подумать, а что же тебя конкретно интересует. Здесь, на мой взгляд, нет никакого способа, кроме как пробовать и тыкаться в разные вещи. То есть с разных сторон заходить. Не обязательно сразу пробовать, что делать конкретное, можно что-то почитать для начала, посмотреть на это. Ты решил, что вот сейчас модно сексуально заниматься анализом данных. Ты попробовал там какой-нибудь курс пройти, глубокую сеточку обучить и так далее. У меня знакомая там менеджер из Яндекса интересовалась как раз анализом данных. Она построила глубокую сеть, которая отвечает на вопрос, какой Ленин гриб. То есть она взяла фотографии Ленина, взяла фотографии грибов и как бы обучила сеть, которая говорит, что Ленин – это там белый гриб. И что-то такое у нее было в результате. То есть можно сразу, это я к тому, что с разных сторон можно подходить к исследованию того, что тебя интересует. Но в итоге, на мой взгляд, ты просто находишь то, от чего у тебя внутри горит, тебе то, что интересно, прям, блин, вот как это работает дальше, вот это вот просто. Что ты смотришь, как свой любимый сериал. Вот так же находишь какую-то такую же историю и продолжаешь в нее развиваться. Тут нет никакого способа, на мой взгляд, кроме как пробовать и пробовать и пробовать, пока что-то не получится. Я не вижу способа, как тебе кто-то может посоветовать или подсказать, или то, что модно или популярно, только собственные какие-то истории. Вот по сегодняшнему интервью у меня сложилось тебе впечатление, что ты такой человек горящий, любознательный, что ты весь в профессии. А знакомо ли тебе ощущение сомнения, что ты выбрал правильную для себя в профессию? Без определенного уровня рефлексии и как бы сомнения в том, что было вообще невозможно как-то жить. Не знаю, кто так делает. Не знаю людей, абсолютно уверенных в том, что они выбрали. Конечно, иногда возникают сомнения в том, что правильно ли я сделал тогда так, правильно ли я тогда сделал. Эдак в общем и целом, учитывая то, что в сумме, как бы в том, как это преломилось, меня все это устраивает, но очевидно, я до конца недоволен. Вот я оглядываюсь назад, думаю, вот там-то я сделал правильно, вот там-то неправильно. Но даже в те моменты, когда я что-то делал правильно, я все равно понимаю, что надо было до конца, я доволен сейчас тем, как было тогда, но тогда я все равно не был доволен. И сейчас тоже я могу быть чем-то недоволен, говорить, вот, надо по-другому это сделать, возможно, попробовать что-то еще, но там, оглядываясь назад, я в будущем, я пойму, что, ну ладно, не так страшно было, хорошо, что там, попробовал это, попробовал то. Наверное, у меня получился очень запутанный ответ на вопрос, в результате которого я хотел сказать, что да, сомнения бывают, на мой взгляд, это нормально, но если бы я вот прям как-то сильно жалел, я бы этим не занимался. Я уже давно понял, что как бы нужно заниматься тем, что тебе нравится, но невозможно постоянно любить то, чем ты занимаешься, то есть не бывает такого, что ты нашел профессию, которая тебя нравится, и ты так, все вот, как вот эта расхожая фраза, про ты должен заниматься тем, что нравится, тогда тебе не придется работать ни дня в своей жизни. Так не бывает, так не бывает просто, потому что всегда накапливается какая-то рутина, ты привыкаешь к чему-то, нужно постоянно себя вот пинать, постоянно себя нужно пинать для того, чтобы находить себе что-то новое, находить какое-то новое вдохновение даже в каких-то соседних вещах для того, чтобы обретать какое-то новое второе дыхание своей основной любимой профессии и продолжать ей заниматься. И, естественно, иметь какие-то цели дальнейшего развития. Тогда все будет ок. А иначе можно любую любимую профессию в ней загнуться, зачахнуть и потонуть под рутины. — Ну и завершающий вопрос моего интервью, нашего интервью, а точнее просьба. Можешь назвать три, ну можно, не знаю, пять книг на тему разработки? Твоих любимых, естественно, самых стоящих, на твой взгляд. — Ну, я подумал о том, что здесь, наверное, лучше всего подходят три книги, и они будут, ну, по крайней мере, то, что мне сразу приходит в голову, это три книги. Они будут вот из разных, как бы, историй программистских. Одна из них — это вот классическая история про обучение, про становление программиста, и тут, на мой взгляд, каждый программист должен хотя бы слышать, или хотя бы открывать, или хотя бы чуть-чуть читать книжку СИСП, которая сокращается, «Структура интерпретации компьютерных программ». Структура интерпретации компьютерных программ, очень известная книга, на ней основываются курсы, айтишные, опять же, тоже известные, которые еще тогда в свое время записывали, как его читали специалисты IBM в годах, там, не знаю, 90-х, 80-х. Там сидят такие дядки за этими компьютерами, большими терминалами, вообще просто магия целая. И там именно про то, как пропрограммирование, про философию программирования, чем мне нравится эта книга, то, что и сам курс, она не про конкретный язык, а про философию того, что вот как вы воспринимаете программы, что они вообще из себя представляют, почему они устроены так или иначе, как их структурировать действительно. Такая вот созидательная, творческая часть. Другая книжка, которую, я считаю, хотелось бы посоветовать, эту про конкретно, нельзя не упомянуть, конечно, я про Пайтон, затираюсь и такое, про язык, конечно, это классика Петоняча, это Луц. Луц, он, может быть, Луц, это просто книжка, она как бы референсная уже, как бы нарицательная, фамилия автора, является нарицательной для его книги, это полный правочник по Петону, его, ну, наверное, не имеет смысла прям читать от корки до корки, все же не Достоевский, тут как бы убийца, ты знаешь, кто один и тот же всегда, но она, как бы в ней есть все, и это как бы такая точка отсчета любви, как бы восстановления в каком-то языке, то есть всегда по каждому языку есть какая-то книга, которая, вот прям, все знают ее, вот в Пайтоне это Луц, если в Перле, это какой-то Кэммелбук, там, где верблюд нарисован, в Гоэ это книжка с гофером, там все ее знают, в Си, это Кернаген Ричи классический тоже, всегда должна быть такая книга, ее нельзя в эти стороны. Ну и последнее, это вот про становление как профессионала книжка, это прагматик-программер, то есть прагматичный программист, она про то, чтобы, про то, что ты не только программист, но еще человек, который решает какие-то бизнес-задачи для компании, о том, что у тебя есть своя жизнь, которую тоже нельзя забывать, а не нужно постоянно сидеть в опросе и программировать, то есть про то, как рационально относиться к тому, чем ты занимаешься, а не быть прям безумным каким-то фанатиком, а делать все по уму. Здорово, отличный список, даже больше, если учитывать те книги, которые по другим языкам программирования. Спасибо тебе за интервью, оно получилось интересным, и я думаю, вполне открывает и в какой-то степени закрывает тему Python. Ну и спасибо тебе за то, что ты поделился своей историей. Сегодня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписаться на канал. Ну а мы встречаемся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...